Ты чел современный и геймер реальный, виснишь часами в сетях социальных. Гаджетом новым не сбить тебя с толку, чуть устарел, а меняешь недолго. Здесь есть девайсы по ценам приличным, можно писать в них в паблик и в личку. Не важно, ты чикса, а может пацан, все покупаем в ломбарде Титан. В ломбарде Титан. Разбил стекло в машине такси, вероятно, пьяный и буйный пассажир на улице Воровского. Причем, как говорят очевидцы, произошло все, что называется, ни с того ни с сего. В итоге водителю такси пришлось вызвать на место ЧП полицию. Все подробности в рубрике «Сводка». Вот такие у нас ездят пассажиры. Выбивают стекла в машине. Это вообще... Подними ему рожу, я хоть засвечу его, чтобы знали. Улыбнись, снимает камера. Мужчину посадили в такси друзья, заплатили за проезд и извинились, что он пьян. Но вот сам он оказался не так вежлив. Когда его доставили по адресу, пассажир вышел из машины, обошел ее и внезапно с одного удара выбил водительское стекло. Встреча творится вообще все в стекле. На ровном месте просто взял и разбил стекло. На место ЧП вызвали сотрудников полиции. На буйного пассажира написали заявление. В доме номер 28 на хлебозаводском проезде провалился пол. На втором этаже здания обрушились деревянные перекрытия и образовалась огромная дыра в полу. Туалет и ванная в коридоре общие, к ним теперь нет прохода. По словам жильцов, здание признали аварийным пять лет назад. Снос будет не раньше 2020 года. Руководителя Костинской птицефабрики осудили за невыплату зарплаты своим работникам. 38-летний начальник в течение 8 месяцев, начиная с 2015 года, не платил деньги 60 сотрудникам птицефабрики. Общая сумма задолженности превысила 4 миллиона рублей. В ходе следствия на его имущество наложили арест на сумму 40 миллионов. В итоге суд признал мужчину виновным и назначил наказание. Два года условно, со штрафом в 200 тысяч рублей, также удовлетворил иск на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. Волонтеры и полиция разыскивают 79-летнюю жительницу Кирова Римму Орлову. Пенсионерка ушла из дома 14 марта дезориентирована. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Если вы знаете, где находится Орлова, звоните по телефону 8 800 700 54 52 или 112. Алина Котрихова, Место происшествия.